На вопрос, почему скорая помощь все же едет так долго до пациента, мы уже получили ответ. Причина кроется в нехватке сотрудников. Несколько машин простаивают полностью укомплектованы, но на них нет бригад. Министерство здравоохранения в курсе этой проблемы и занимается вопросом вплотную. В марте месяца текущего года был подготовлен комплексный план устранения причин, которые препятствуют быстрому приезду скорой помощи, где кадрам у вопроса уделяется большое внимание. Первый момент, о котором мы отговорим, это привлечение специалистов как с высшим, так и со средним медицинским образованием для работы скорой помощи. Сейчас в правительстве Рязанской области рассматривается вопрос, связанный с увеличением финансовой заинтересованности медицинских работников именно работе на скорой помощи. Получив комментарий в Министерстве здравоохранения, наша съемочная группа отправилась в Рязанский медико-социальный колледж, чтобы пообщаться с выпускниками. Такая специальность, как лечебное дело, существует в колледже более 50 лет. На сегодняшний момент обучаются 300 специалистов, из которых 75 человек уже готовы после выпуска к конкретному трудоустройству. Молодые специалисты говорят, что готовы ко всем трудностям, и работа на скорой помощи – это не просто их профессия, а призвание. В профессии фельдшера мы уже отметили на предыдущей госпрактике, что важно иметь сильный характер, стойким, быть решительным, иметь большую базу знаний, теоретических, практических навыков. Планирую все-таки работать на станцию скорой помощи, потому что мне уже как бы с детства хотелось помогать людям, и мне нравится эта профессия. Страшно, конечно, брать на себя только ответственность за жизнь людей, но когда приезжаешь на вызов, видишь в глазах пациент надежду, и то, что они хотят тебе доверить свое самое ценное, здоровье. Марина Полякова уже получила специальность инженера и имеет работу, не связанную с медициной. Но, несмотря на это, мечтой девушки всегда оставалось желание помогать людям. О будущей работе я могу сказать, что это, я считаю, что это очень важно. И не просто с той стороны, как вот говорят про работника скорой помощи, что они встают между человеком и смертью и защищают его от смерти. Дело не только в этом, потому что не на каждого больного можно, не каждого человека можно спасти. Дело в том, что скорая помощь защищает людей от беспомощности, от страха. Что вы чувствуете, когда приезжает скорая помощь, когда медики заходят в дверь? От этого боль не проходит, но напряжение, страх, вот эта беспомощность, она, конечно, отступает, и вы знаете, что вам помогут, что вот эти люди здесь. И вот ради защиты людей от опасности, от страха и ради того, чтобы давать им надежду, вот это действительно важно. В этом году девушка заканчивает медицинский колледж и приступает к работе на центральной станции скорой помощи.